Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Как вы помните, недавно наше необучаемое чмо дало пятичасовую пресс-конференцию, где он не забывал себя постоянно называть верховным главнокомандующим, и президентом он себя назвал 70 раз. После этого была программа Савика Шустера, в свободе слова, где я с удивлением обнаружил, что почему-то нет бурбы. То есть как-то вот на допросе в СБУ. Обычно всегда бурба, когда у Савика Шустера программа, сидит на допросе в СБУ. В этот раз я вижу, что бурба на прямой связи со студией меня сразу заинтересовала. А кто же в СБУ? Почему? Что делают в это время в СБУ? И мне СБУшники, знакомые по секрету, сказали, что они в СБУ готовят камеру Зеленскому. То есть они понимают, что Зеленскому осталось недолго, и они решили вместо бурбы просто подготовить все-таки легитимный в прошлом Зеленский, и будет находить на допросы, и камера ему сейчас в СБУ готовится, друзья. Потому что Зеленский восстановил против себя СБУшников, ну как, собственно, и нашу армию, как, собственно, и разведчиков. Потому что это тупица. Помните, он сказал на пресс-конференции, что «Оцем, да, слушайте, ты же ж бурба, он же ж не разведник, да, он же просто какой-то там колишний СБУшник». Вот мне сотрудник СБУ, который уже, слава Богу, переживает четвертого президента, он говорит, блин, мы вообще не знаем, что думать. Ну, то есть, что значит какой-то СБУшник? То есть, у нас теперь что? То есть, СБУшниками называют вместо свистерасов, что ли, да? То есть, как можно так оскорбить людей, которые, ну, по своему долгу должны защищать страну и президента? Президента будет защитить, да его уже некому защищать. Потому что, я себе очень ярко представляю сцену, Ренату Ахметову, допустим, звонит повар и говорит, «Ренат Леонидович, а вы вот будете что, кушать изволите, бутербродики с тунцом или с ермаком?» На что Ренат Леонидович говорит, «Да нет, я, пожалуй, буду с маленьким зеленым чмом». Ребят, не все знают, зрители, что вообще-то тунцом называют за глаза в слугах народа арахамию. Они говорят, что, ну, как бы похож, выражение лица они называют «наш тунец». То есть, такой у него кликон. Вот Коля Котлета, кстати, Баканова называют Бакинский. Так вот, мне СБУшники говорят, что с приходом Бакинского ненависть. В общем-то, к этой команде растет с каждым днем. Они его ненавидят. Что разведчики, что СБУшники, что наша армия. Поэтому, дорогие друзья, Зеленский ведь очень четко нам дает совет, что с ним делать. Он объясняет нам. Он постоянно кичится тем, что «Он, це мене выбрав народ. Оце народ. Народ. А мене голосовам народ». То есть, он не видит, что уже народ его ненавидит. Он этого не видит, и он подсказывает нам путь. Что надо делать, как его свергать. Он прямым текстом говорит. Да, должно выйти столько народу, чтобы я от ужаса просто обосрался. Это единственный путь, который по Конституции нам дарован и неоднократно использован. И Зеленский намекает на это прямым текстом. «Он нас должно выйти такое количество!» Чтобы его кортеж просто застрял в толпе. Чтобы его окружили десятки, сотни, миллионы украинцев. И он не мог убежать и проехать никуда. Чтобы он сидел, дрожал и говорил Ермаку «Андрюша! Андрюша, я очень хочу какать!» А Ермак бы ему говорил «Вовочка, докушай кашку и какай прямо тут в машинке!» Ребята, другого выхода у нас нет. Потому что Зеленский, я думаю, сегодня сотворил невозможное. Он фактически объединил против себя все политические силы. Все вменяемые общественные организации. Я понимаю, что, конечно, пооставались вот эти вот уроды, вроде этого Иванова, вроде этого Лещенко, Арестовича и прочей швали, которые поддерживают Зеленского. Но народ его ненавидит в своей массе. Вы посмотрите, какое тупое убожество. Пять часов показывало свои комплексы. Как он заботится о деньгах. Как он боится за себя. Как он боится за свою семью. Как он хочет все перекрутить и вернуть. И главное, он никогда ни за что не будет и не готов извиняться. Пять часов он объясняет нам, что, что бы он ни сделал. В какую бы лажу и хрень он не залез. Он всегда будет обвинять кого-то другого. И вот когда я посмотрел его пресс-конференцию, я понял, что, друзья, мы ведь должны все вместе, прежде всего обращаясь к журналистам, ко всем блогерам, ко всем, кто пишет и говорит о Зеленском, мы не должны называть его ни президентом, ни главнокомандующим. Мы должны все вместе, опять-таки, по просьбе Зеленского и в соответствии с украинской конституцией, называть его засранцем. Помните, он записал видосик, где сказал дальнобойщикам, то есть своим избирателям, налогоплательщикам, помните этот его видосик, где Зеленский обкуренный, какой-то забуханный, обдолбанный, говорил, оце засрань сюда, вам будет боляче. Вова, мы тебя за язык не тянули. Это ж ты сказал, что кожан из нас президент. И в Конституции написано, что мы все равны. Если ты мразь, если ты подонок, если ты тварь вонючая, хрипатая, шушара, называешь украинцев засранцами, значит, дорогие друзья, и мы его должны называть засранцем. Дорогие журналисты, пожалуйста, не обращайтесь к нему, господин президент. Говорите ему, засранец, якому буде боляче. И задавайте ваш вопрос. Обращайтесь к нему, засранец. Потому что человеку всегда надо возвращать то, что он бросает в лицо вам. Мы слишком сильно с Вовой миндальничаем. Поэтому он охренел. И поэтому у нас Ермак, знаете, стал таким Сашей Януковичем, таким как бы регентом, которому, понимаете, передали правление. Ну что это значит? Ну откуда? То есть у нас, получается, Ермак стал каким-то верховным зелекомандующим. То есть нами руководит какой-то, какой-то, блин, щекастый бурундук, бурундук, у которого никаких прав нет, за него никто не голосовал. Это убожество, которое самопровозгласило себя руководителем страны и всех нас. Нами руководит вот этот упырь, вот это вот щекастое мордатое чудовище, которое от имени Зеленского руководит всеми нами. И, естественно, это все абсолютно противозаконно, это все неконституционно. И у нас не остается другого выхода. Нам придется объединиться всем вместе, и нам придется в ближайшее время этот вопрос решать. И поэтому я попрошу всех, давайте оставим чисто плюйство. Хватит вспоминать, что там вот Ахметов по чьему-то мнению он там чего-то не то сделал в Донецке. О том, что вот тут плохой Порошенко, вот здесь у нас плохая Тимошенко, здесь вам не нравится Аваков, тут вам Гройсман не так, тут вам Яценюк не так. Все! Ребята, до тех пор, пока мы... Это уродское убожество, пока это... Эту стыдобу, этот позор Украины, это необучаемое чмо, пока мы его не сбросим, давайте забудем про наши мелкие обиды. Нам нужно выполнить главную задачу, это сохранить страну и убрать главную угрозу. А главная угроза, это убогая мерзость, которая дала вот эту пресс-конференцию, где расписалась в своей антиукраинскости, умственной недостаточности и профнепригодности. И теперь наша задача сделать все, чтобы они почувствовали, что такое, когда за нами не заршавеет. что такое, если вы не испытывали, что такое, Что такое,